От проливных дождей в Китае пострадало 2,5 миллиона человек в 8 провинциях страны. Сообщения о новых пострадавших продолжают поступать. В Синьцзян-Уйгурском автономном районе в городском округе Турфан от внезапно вышедшей из берегов реки пострадало множество людей. В городе Карамай только за один день выпала месячная норма осадков. Во многих городах готовятся к объявлению о массовой эвакуации жителей. Пострадавшие районы направляются продовольствие и питьевая вода. Метеорологические службы сообщают о том, что дожди продолжатся еще неделю. Как говорится в докладе ученых АЛЛАТРА НАУКА о проблемах и последствиях глобального изменения климата на Земле – эффективные пути решения данных проблем. Изменения климата становятся очевидными и принимают все более угрожающий характер. Без сомнения, человеческая деятельность в масштабах планеты негативно влияет на окружающую среду. Но это влияние минимально по сравнению с тем, что происходит на планете в результате влияния комплекса природных факторов, которое в ближайшем будущем будет только нарастать, и о чем не перестают вещать добропорядочные ученые мира. На сегодняшний день антропогенное воздействие не является причиной массовых планетарных катаклизмов по указанным выше причинам. Глобальные климатические изменения на Земле происходят по независимым от человечества обстоятельствам и требуют реальные консолидации усилий всех людей на планете для выживания цивилизации в ближайшем будущем. И об этом стоит задуматься каждому жителю нашей планеты. Учитывая нарастающую интенсивность климатических бедствий на Земле, сейчас как никогда нам, людям, важно разобраться в том, кто мы и для чего в действительности нам дана эта жизнь. Глубокие и честные ответы на эти ключевые для каждого вопросы даны в уникальном фильме на канале АЛЛАТРА ТВ. Это больше, чем фильм. Это живая книга. Сознание и личность. От заведомо мертвого к вечно живому. Если вам понравился наш выпуск, ставьте лайк, делитесь видео с друзьями, подписывайтесь на наш канал и будьте в курсе новостных климатических событий в мире.